Деньги на свободе Экономика роста, главной целью которой является повышение уровня жизни, под которым всегда подразумевается объем потребления, начинает пробуксовывать. Политики и экономисты по инерции ориентируются на темпы роста ВВП, и чем они выше, тем успешнее считается проводимая политика. Когда же валовый внутренний продукт расти перестает, начинают приниматься меры, направленные на стимулирование потребления, которое должно создать платежеспособный спрос, для удовлетворения которого, в свою очередь, бизнес будет инвестировать в расширение производства, создавая новые рабочие места. А рабочие места – это дополнительный платежеспособный спрос. И все вертится вокруг потребления, которое одновременно и цель, и средства для ее достижения. Для успешности, читая богатство, стран продолжает использоваться еще один показатель – ВВП на душу населения. Чем больше каждый гражданин той или иной страны производит и потребляет, тем лучше. Да и личный успех еще 15-20 лет назад прочно ассоциировался с количеством нулей на банковском счете, шикарным загородным домом, а лучше несколькими, в райских уголках по всему миру, дорогим блестящим автомобилем, возможностью каждый сезон полностью обновлять гардероб и приобрести последние гаджеты. Попытки бунта против буржуазных ценностей, которые предпринимались в конце 60-х, начале 70-х годов на Западе, в 90-е сменились новой потребительской гонкой. А с крахом советской модели многим показалось, что потребительская экономика окончательно победила. Постепенно крупным компаниям стали становиться тесные национальные рамки, спасли положение глобализация и массовый кредит. Не можешь себе позволить машину или дом, купив кредит, отдашь потом. Развитие рекламы привело к тому, что самые продвинутые компании перестали удовлетворять спрос и начали его формировать. После кризиса 2008 года все пошло наперекосяк. Великая рецессия стала не просто очередным кризисом, но и заставила многих участников потребительской гонки задуматься о том, насколько адекватны ценности, привнесенные еще полуголодным послевоенным поколением бэби-бумеров. И каковы издержки этой бесконечной битвы за темпы экономического роста и потребления? Кризис подействовал как отрезвляющий холодный душ, заставив оценить неоспоримый ущерб, который наносится планете и расхлебывать последствия которого предстоит тем, кто уже родился. Он же поставил вопросы о каких-то более осмысленных жизненных целях, которые нашлись очень быстро. Модель устойчивого роста, основанная на добровольном ограничении потребления, решении проблемы неравенства, глобального потепления, загрязнении окружающей среды. Все эти постулаты были сформированы без малого полвека назад. Но сейчас количество людей, которые разделяют эти ценности в развитых странах, прежде всего в Европе, достигло критической массы. И эта масса уже начала менять потребительское поведение, свое и окружающих. Поэтому титанические усилия властей, направленные на стимулирование потребления за счет бесплатных кредитов, кредитов, даже за которые еще приплачивают, не приносят ожидаемых результатов. Изменение потребительской культуры, усиленное развитием информационных технологий, привело к бурному расцвету компаний, эксплуатирующих идею совместного потребления, шеринга. В том, как это работает, разбиралась Алена Вершинина. 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 Аренда. Аренда. Аренда Вершинина. 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 на этом не зарабатываешь на несколько компенсирует твои собственные расходы у нас большая культура их наследие коммуналок в стране вообще-то где люди живут с общим бытом часто они конечно не счастливы в этом и не сильно этот эксперимент можно назвать успешным просто есть такая проблема в больших городах что если если все хотят быть в москве и все хотят быть нью-йорке москва не резиновая нью-йорк тоже артур уверен что на шеринге квартиры или того же дивана люди не пытаются зарабатывать скорее компенсировать свои собственные расходы на аренду этого же дивана хотя он с грустью и отмечает что из-за того что некоторые предприимчивые люди подменяют шеринг арендой когда на rnb жилье сдается постоянно и превращается в подобие гостиницы в квартире то в итоге страдают все доступного жилья в конкретном городе становится меньше потому что его гораздо выгоднее сдавать туристам посуточно именно поэтому во многих странах власти борются с rnb запрещая сдавать квартиры целиком на срок меньше месяца действительно при ближайшем рассмотрении когда речь заходит о шеринге в девяти случаях из 10 речь идет о старой доброй аренде самое любопытное заключается в том что настоящий шеринг появился за пару десятилетий до нынешнего бума причем довольно быстро он добрался и до россии в середине 90-х несколько компаний пытались продавать в россии так называемые таймшеры покупателям предлагалось купить неделю или несколько недель в году в течение которых он становился полноправным владельцем бунгало или виллы на тенериф массовой этой истории не стало по крайней мере в россии что лишний раз свидетельствует о том что важна не только идея но и готовность общества ее воспринимать кстати если уж речь зашла о недвижимости не да нельзя не вспомнить о таком явлении как каворкинге тут правда тоже речь идет не о шеринге об аренде но гораздо более гибкой и по времени и по размерам занимаемого пространства самый известный крупный проект в этой области в ворк специализируется на том что снимает офисные здания в долгосрочную аренду переделывает их под каворкинги и зарабатывает на сдачи в краткосрочную аренду рабочих мест правда зарабатывать они на этом пока не научились арендовали здание почти на 50 миллиардов долларов эта компания сдает в 10 раз меньше инвесторы мягко говоря начинает волноваться но это классическая ситуация которая описывается поговоркой жадность порождает бедность московская мэрия во главе с сергеем семеновичем сабянином который всеми силами стремится войти в историю не как плиточник а в качестве одного из самых продвинутых градоправителей вполне в тренде и развивает систему каворкингов да и не только каворкинги коршейнг в столице тоже цветет бурным цветом с тем как это работает разбиралась алена вершинина если зайти на сайт московской мэрии то там каршеринг называют видом общественного транспорта гордясь что в москве сосредоточен самый большой автопарк автомобилей каршеринга в европе при этом мэрии признают что каршеринг это прежде всего вид краткосрочной аренды автомобиля вспоминутной тарификации обычно его используют для коротких внутриградских поездок то есть по факту это вовсе не шеринг а аренда преимущество каршеринга состоит в том что не нужно тратить деньги на парковку бензин страховку мойку автомобиля и его содержание но давайте почитаем сколько нам будет стоить арендовать машину в кашеринге насколько это будет дешевле чем например поехать на такси или велосипеде для этого будем следовать инструкции на сайте все той же московской мэрии чтобы арендовать автомобиль необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении оператора я пожалуй скачаю приложение в процессе регистрации нужно предоставить паспортные данные и права их надо сфотографировать и загрузить приложение а еще подписать договор стоимость аренды варьируется в зависимости от выбранного оператора каршеринга а также класса машины мэрия заверяет что в среднем цена колеблется от 3 до 50 рублей за минуту ну что в приложении мы зарегистрировались машину мы даже нашли вот наша тачка постараемся взять ее в аренду делаю это в первый раз надеюсь что у меня получится даже не со 125 попытки итак заходим в приложение главное чтобы никто не узнал раньше нас нажимаем на кнопочку аренда сейчас у нас хочет снять частично предоплату нажимаем на кнопку понятно говорит что машина забронирована попробуем ее открыть а у меня получилось сначала проверим документы что у нас здесь страховой полис и свидетельство о регистрации транспортного средства вроде бы все в порядке теперь нам надо еще осмотреть нет ли у машины повреждений чтобы потом нам если что не впаяли какой-нибудь штраф пойдемте смотреть так так но кажется повреждений нет ну что поехали для эксперимента мы проложим маршрут от нашего офиса в центре москвы до моего дома это примерно 9 с половиной километров кошеринг за полчаса составит 150 рублей именно столько обычно занимает у меня дорога такси по тому же адресу будет стоить 450 рублей а то и дороже сейчас москве снег получается что разница примерно в три раза правда в случае кошеринга стоит помнить что все штрафы и аварии водители платят и собственного кармана и если дтп произошло по вине водителя то ему придется выплатить еще оператору кошеринга в зависимости от стоимости ущерба сумму примерно от 15 до 50 тысяч рублей в аренде автомобилей квартир или офисов даже если это теперь называется шерингом каворкингом или каким-то другим модным словом нет ничего принципиально нового кроме масштабов автомобиль шеринге эксплуатируется в среднем в семь восемь раз интенсивнее чем такая же машина в личном пользовании а это значит что для одного и того же трафика шеринговых автомобилей нужно в 7 раз меньше и автомобильные концерны которые главную угрозу видели наступление электромобилей к этой угрозе активно готовились строя планы захвата нового перспективного рынка с падением спроса из-за повального увлечения каршерингом были попросту не готовы многие связывают изменение культуры потребления с особенностями поколения миллениалов сегодняшних 30-летних откровенно говоря не в пересаживание собственного автомобиля на арендованный не в том чтобы подвести попутчика разделив с ним расходы на бензин никаких особых поколенческих особенностей я лично не вижу а вот представить себе что сервисом о котором пойдет речь в сюжете альбина кирилловой начали массово пользоваться люди моего поколения или уж тем более поколение моих родителей мне откроенно говоря сложно о том как продать машину я рассказывать не буду а вот про аренду собственного авто расскажу пока в интернете не так много информации про это буквально пара изданий рассказали о том что в москве теперь можно сдать собственно автомобиль в аренду и зарабатывать на нем таким образом судя по тому что написано в статье 68 гражданского кодекса вы можете сдать в аренду любое принадлежащее вам имущество вы можете сдать автомобиль напрямую любому физическому лицу для этого вам нужно просто составить договор аренды в котором будет описана процедура особой установленной формы нет лучше всего иметь акт приема и сдачи автомобиля и обязательно все заверить у нотариуса обязательно надо помнить что штрафы которые поймал арендатор на вашем автомобиле принадлежат вам они в они водителю поэтому нюансы лучше прописать договоре вообще доказать что штрафы не ваши можно но только через суд все сложно и кажется что желание сдавать автомобиль почти отвалилась пусть уже стоит себе но все же этот тренд весьма устойчивый поэтому появляется платформы которые с разной степенью вовлеченности помогают вам сдать ваш автомобиль в аренду например я нашла такой сервис как карантиру в котором сконцентрированы только автомобили которые частные владельцы сдают в аренду но помощи особой от них нет с таким же успехом можно разместить объявление на авито еще есть услуга сдать машину под управление на такой платформу как rent right у них сервис выглядит более удобным они просто берут ваш автомобиль из сдают его самостоятельно хранят у себя заправляют мой ну а вы получаете деньги за аренду а они как платформа берут за это 35 процентов от общей суммы среднем за сутки аренды бюджетного автомобиля можно заработать 1500 рублей а за авто бизнес-класса можно получить 3000 рублей в сутки золотую жилу почувствовал сергей семенович собянин который в августе 2019 года предложил создать в городе систему народного каршеринга разработав мобильное приложение которое позволит автовладельцам сдавать свои машины в аренду мы подумали еще об одном проекте его можно назвать народный каршеринг говорит собянин во всем мире ведутся проработки идеи когда сам гражданин может по типу каршеринга сдавать течение дня свою машину вы приехали на работу у вас машина стоит например на платной парковке и съедает деньги а так вы могли бы их заработать тут же посыпались предложения от платформ о снижении налогов для сдающих автомобилей в народный каршеринг а вот газет коммерсант говорит что неофициально участники рынка такие как яндекс драйв или белка кар отреагировали на предположение господина собянина весьма скептически один из собеседников коммерсанта говорит что технически идею мэра реализовать сложно в автомобиле должно быть оборудование для бесключевого доступа также непонятно на каких условиях и где оставлять взяты в аренду автомобиль на парковке что за собеседник там не написано но тем не менее в сша пользуется большой популярностью платформа тура в которой уже более четырех миллионов пользователей и 170 тысяч владельцев автомобилей сдают свои машины в аренду уже в 2013 году тура имели договоренность компании дженерал моторс о предоставлении арендатором возможности разблокировать автомобили дженерал моторс с помощью мобильных телефонов правда позже отказались в пользу личного обмена ключами буквально до последнего времени и вот только после того как тура вышел за пределы сша в канаду великобританию они выпустили наконец собственное приложение через которое ведется gps мониторинг автомобиля и удаленная разблокировка автомобиля максим скажи пожалуйста почему им не сложно а нашим участникам рынка это кажется очень сложно отсутствие приложения меня как раз удивляет мало сервис относительно новый и если он будет активно развиваться появится он и в россии со всеми необходимыми приложениями на всех возможных гаджетах меня-то удивляет то что достаточно большое количество людей готовы делить пусть и за деньги свою машину с кем-то еще вот альбину это совершенно не удивляет и тут как раз проходит граница между нашими поколениями моем и ее поколение миллениалов об этой границе еще скажу в конце программы а пока совсем уж об ответственном потреблении об одежде и еде сюжете алены вершинины одежда один из самых ярких примеров шеринг экономики и на этом пути совместное пользование прошло несколько этапов от привычного всем секонд-хенда до одежных свопов и благотворительных магазинов а вот с едой все намного сложнее и не так однозначно давайте тоже попробуем вместе разобраться казалось бы одежду еду делили всегда еще задолго до изобретения денег сначала просто делились потом обменивали и лишь в последнюю очередь начали продавать с одной стороны за последние примерно пять лет в крупных городах постсоветского пространства наблюдается настоящий бум сервисов по аренды одежды в первую очередь праздничный такие сервисы заявляют что они за экологичность гардероба из-за разумный подход к его выбору но все-таки это тоже аренда а не обмен при этом примерно два года назад в москве начали набирать популярность своп вечеринки в основе которых лежит принцип бартера то есть ты мне а я тебе такие свопы куда ближе к принципам шеринга чем аренда платьев еще одним вариантом шеринга одежды являются благотворительные магазины первым таким проектом в москве стала лавка радостей который в 2012 году открыла директор фонда детские сердца катя бермонд она знала что они очень популярны в европе и америки так что катя поехала в лондон чтобы посмотреть на них своими глазами она рассказывает что вечно благотворительность отдает не только простые люди но и компании и дизайнеры ведь иногда бренду легче и дешевле отдать вещи бесплатно на благотворительность чем платить аренду за огромный склад где эти вещи хранятся огромная проблема в том что люди не информированы они просто не знают что эти вещи можно отдать отдать нам например и это правильно потому что вещи не стареют а эти джинсы которые мы в нашей босоногой юности зашивали и за и залатывали теперь они уже заранее залатаны и продырявлены они не стареют они не успевают сноситься они просто надоедают и когда вещь надоела а выглядит она еще прекрасно ее нужно отдать отдать в специальные места вот в благотворительный магазин и тогда она начнет новую жизнь если каждый человек будет знать что вещи которые ему надоели он может отдать и мало того они будут приносить пользу они будут служить людям они будут в конце концов превращены в деньги а деньги это вообще универсальная штука это прекрасная вещь из них можно сделать все что угодно но вот что точно является самым настоящим шерингом в полном смысле так это фудшеринг его энтузиасты заявляют что это проект по спасению еды от утилизации направлены на сохранение ресурсов планеты и во имя борьбы с перепотреблением при этом фудшеринг фокусируется именно на сохранении еды независимо от финансового положения тех кто ее забирает рассказала в интервью на московский администратор группы вконтакте фудшеринг отдам даром еду елена судакова имеется очень много нуждающихся хочет получить еду бесплатно и это их право другое дело что идеология нашего движения состоит в том что мы не видим разницы между вообще никакими людьми мы считаем что любой человек даже будь он папы римским может прийти к нам и попросить еду если он успел записаться и получить свой набор то пожалуйста пусть он ест эту еду если это будет голодный студент опять же пожалуйста мы просто не делаем разницы потому что мы экологическое движение неблаготворительное сегодня елена раздает несколько наборов спасателям так называют собственно тех кто забирает еду для этого она оставила пост в группе а забирают те кто успел записаться одна из таких наталья я просто придерживаюсь принципа что любая еда это не только затраченные ну в приготовлении производства усилия но и деньги которые просто вот просто когда еда портится когда она стоит ее никто не кушает ее приходится выбрасывать мне это очень жалко мне считаю что это неправильно и если можно поделиться едой то почему бы и нет елена отмечают что отдает еду не только кафе или пекарни но и самые обычные люди они часто покупают еды больше чем могут съесть и в итоге она просто портится в холодильнике человек мог просто себе наварить кастрюлю супа и не справиться с ее поеданием он мог сесть на диету вдруг внезапно а у него тортик в холодильнике как как жить с таким тортиком надо отдать это могут быть вот собственно очень ответственные предприятия общепита которые не могут мириться с тем что они не могут долго хранить свои продукты а продукты еще хорошие они отдают нам фудшеринг последние 7 лет очень популярен например в германии но там разработаны строгие правила для движения которые запрещают участникам выкидывать полученную еду в россии же напомню после введения продуктовых контрсанкций продолжается уничтожение сельхозпродукции и продовольствия которые запрещены к возу действие закона продлину до конца следующего года если уж речь зашла о шеринге то советских времен известен ну если не фудшеринг то уж по крайней мере алкошеринг который был старой советской традиции делили обычно пол-литра на троих ну что ж да если говорить серьезно то давайте попробуем подвести какие-то итоги во-первых осознанное или ответственное потребление о котором так много говорится у которого так много и горячих сторонников и явных противников вовсе не означает ни альтруизма не даже ущемление собственных потребностей скорее тут речь идет о прагматизме и отказе от буржуазных предрассудков способность получить моральное удовлетворение от сознания собственной правоты и ответственности а не от покупки новой вещи которая будет выброшена не выработав и малой толики своего ресурса или запаса прочности о том самом прагматизме который задолго до шерингового бума подвигал многих родителей отдавать детские вещи коляски кровати велосипеды родственникам друзьям знакомым знакомых знакомых у которых находился ребенок подходящего возраста если уж на то пошло то новая потребительская культура это еще и способ сэкономить и потратить сэкономленное не на покупку ненужных вещей которые только занимают жизненное пространство а на впечатления которые начинают цениться больше вещей этим поколением миллениалов отличается от нас 50-летних для традиционной экономики все это плохие новости но пора уже признать что нынешняя экономическая модель еще 10 лет назад уперлась в потолок наше время в эфире подошло к концу я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал блант на свободе в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости подписывайтесь ссылка в титрах на ютюбе с вами была программа деньги на свободе я ее ведущий максим блант до встречи через неделю до встречи